Так, идемте сюда, куда пошли. Пойдем. Два часа на прогулке с любимыми питомцами совсем не проблема для Анастасии Потаповой. Женщина занимается разведением альпийских кос и производством молочной продукции уже больше пяти лет. Своих четвероногих кормилец помнит поименно. Это Стелла. Это Чарли. Там вот жирная моя руся стоит. Интерес к разведению кос у Анастасии появился во время поездки на Дальний Восток. Тогда она посетила огромную ферму с самыми разными животными и сразу поняла, чему хочет посвятить жизнь. Ну и в итоге мы приехали домой, купили две козы, одну простую, одну альпийскую. Сравнили их, научились доить, кормить, ухаживать. И в итоге у нас осталась вот эта вот наша первая коза, Джулия, которой ей сейчас уже больше десяти лет. И благодаря ему, ей вот у нас сейчас ее потомство. Новое увлечение поддержал и муж Анастасии. На своем участке семья оборудовала отдельное помещение для питомцев и наладила домашнее производство сыра. Сейчас у фермеров-любителей уже 15 коз. В день получается 30 литров молока и 2 килограмма сыра. Сыр, творог, сгущенное молоко. То есть все наши знакомые, все на козье молоке. Молочное производство уже приносит прибыль. Но пока, по словам фермеров, все это на уровне хобби. На данный момент мы оба работаем. И в связи с увеличением уже придется кому-то не работать. Ну, серьезно, это нужно заниматься капитально. Набегами уже не получается. Как их там было? 2-3 козы. Сейчас больше, да. Придется кому-то из нас уйти с работы. В планах у семьи открыть полноценную экоферму. Там будут содержать коз, запустят сыроварню, а каждый посетитель сможет попробовать себя в роли фермера. Администрация уже выделила увлеченным супругам 17 гектаров земли. Осталось только реализовать задуманное. По планам козы переедут на новое место уже к осени. Самое главное для коз – это, естественно, кормление. Что кормление, ну и любовь. Мы к ним относимся именно как члены семьи. Евгений Алексеев, Евгений Лапидус. События ОТВ.